Дорогие друзья, всем Маткульт привет! Из моего единственного в мире личного кабинета. Единственного в мире вообще. Находится он в небольшой деревне Большие Коты. Небольшая деревня Большие Коты. В Иркутской области, на берегу Байкала, в 20 километрах пешком от Листвянки. От центра поселка Листвянка по Байкальской тропе. Путь, который я неоднократно совершал. Этот новостной выпуск будет длинным. И он бы был еще длиннее, если бы я не решил, не принял решение разбить его на два новостных выпуска. Один будет опубликован в ближайшие дни. Потому что там есть несколько очень важных инфоповодов, срочных. А другой выпуск будет полностью посвящен ситуации на фронте борьбы за массовую школу и за хорошее образование в России. И будет опубликован, видимо, как? 1 сентября, в День знаний. И когда еще разумно это делать? Так что там ждите продолжения. А пока приступим, собственно говоря, к новостям. Первое, я хочу напомнить, прошу прощения за занудство. Но летом нету никаких побочных заработков. Поэтому я всех вежливо приглашаю, кто еще это не сделал, стать меценатом на Бусти. Ссылочка вот здесь. Ну и как бы самые даже небольшие подписочки, если их будет штук тысяча, это прям вообще будет супер. А теперь переходим, собственно, к разной информации. Самая главная новость, которую я сейчас объявляю. Как говорится, если Саватеев не едет на фестиваль, то фестиваль едет к Саватееву. Это относится к фестивалю Байкал Лайф, который уже 2 или 3 года, нет, 2 года мы не можем никак посетить. Не получается вырваться. Он проходит в конце, сам в конце августа. Про него вы все прочтете в интернете. Но дело в том, что его организаторы, мои очень хорошие друзья, они, значит, придумали, что раз я не могу вырваться на этот фестиваль, то часть этого фестиваля, пред Байкал Лайф, за неделю до самого основного фестиваля, пройдет здесь, где я живу летом. То есть в Больших Котах. Вот так. Так что да. Вот так. Ни много, ни мало. Мы назвали фестиваль Большие Ученые Коты. Фестиваль в Больших Котах, Большие Ученые Коты. И он будет с большим сносом от музыки в сторону науки. Вообще все по ссылке. Я буду коротко говорить. По ссылке вся информация, как зарегистрироваться. Будет небольшой оргзнос, 500 рублей в день, то есть полторы тысячи за все три дня фестиваля. Ну, плюс надо будет поселиться. С поселением будет помогать специальный человек, тоже будет информация. Ну, и надо будет зарегистрироваться по ссылке. Ну, тех, кто живет в Больших Котах, как бы, ну, мы тоже не прогоним, конечно. Но их, как известно, 47 человек в этом поселке. Плотность музеев на душу населения первая в мире. Один музей и 47 человек. Но, правда, он не работает никогда. Поэтому тут сложно, как сказать, музей Байкала. Вот. Ну, в общем, это такой очень классный поселок. Невероятное совершенно место, потому что в нем нет машин. Сюда не ведет дорога, и поэтому машины здесь только те, которые там в Советском Союзе сохранились, либо по льду пришли зимой. Такие раздолбанные тачки с старыми советскими номерами. Ну, и, может быть, несколько чуть более новых. Но, в общем, две-три машины в день проезжают там по дороге. А так полная тишина, 19 век. Шикарнейшее место. Ну, и наши лекции, в том числе мои будут. Моя лекция. Олег Медведев обещается в качестве музыкантов. Сами знаете, лучший бард-исполнитель, поэт и музыкант всей территории за Уралом. Так что обязательно регистрируйтесь и приезжайте к нам 16, 17, 18 августа этого года. Дальше. Значит, ну, дальше правильно было бы рассказать про все разъезды осени. Но дело в том, что многие из них завязаны на окончательный там выбор дат, который должен быть устаканен в переписке, либо в созвоне, а люди в отпусках. То есть примерный план на осень уже есть. Там огромное количество коллабов и разных мероприятий в самой Москве. И много выездов по другим городам, как разовых, так и несколько городов связочки. Ну, сразу скажу, что 16, 17, 18, 19 сентября будет Майкоп и Орленок. Майкоп, Орленок и Сочи, может быть, даже Сириус. Это, мотайте на ус. Вот, с некоторой вероятностью 14 сентября я буду на огромном фестивале в Екатеринбурге. Это суббота, мне довольно сложно это сделать, но сейчас я веду, я сейчас думаю, прикидываю, может быть, я перенесу поход на пятницу. В общем, там могут быть какие-то, могут быть варианты, может быть, получится. Пока не обещаю на 100%, вот, но я над этим работаю. Потом будет выезд, значит, в Томск 23 сентября, который, возможно, продолжится в Бийском, жду подтверждения. И, может быть, еще в Новосибирском. На сентябрь все, но уже дальше октябрь, ноябрь, там такое количество всего, что я просто даже не буду сейчас здесь указывать. Я лишь скажу главное. Всю информацию о моих разъездах можно черпать в ВК, именно ВК. Это вот, чтобы вы понимали. ВК.ком Алексей Савватеев. Именно там выкладывается иногда, к сожалению, за непозволительно малое время до начала моей лекции, но все же обязательно выкладывается информация про открытые лекции. Про закрытые мероприятия там нету, но про открытые все там есть. Все время следите за этим в ВК. Пожалуйста, те, кто хотят попасть на мои лекции вживую, обязательно следите за новостями в ВК. Дальше. Значит, вышел ролик. Семь констант математики. Тут так написано, скоро выходит. Ничего подобного, уже вышел. Вышел. Вышел ролик. Семь констант математики в рамках проекта Адыгейского государственного университета, который реализуется при поддержке гранта Миноборнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Как видите, я тоже иногда участвую в таких, как сказать, помпезных мероприятиях, которые направлены на 1% наиболее мотивированных школьников, но тем не менее. Фестиваль называется «Наука всюду». Я там очень активный участник. И будет в Орленке еще вживую мои лекции в сентябре и в октябре в рамках этого фестиваля. Но ролик обязательно смотрите. Я хочу его залить на свой канал, потому что сейчас этот ролик находится в ВК. По правилам этого фестиваля он должен был опубликован быть в ВК. В ВК – ужасная, отвратительная реклама. Я прям не знаю, что с ними делать. Хоть прям присылай им каких-нибудь этих самых старцев, чтобы они оттуда бесов гоняли, чтобы этой рекламы не было. Но вот пока, к сожалению, ничего подобного не происходит. И любой ролик в ВК сопровождается этой мерзостью. Но тем не менее, заходите обязательно, смотрите, как можно больше народу должно это посмотреть. Ролик получился классный. И еще раз говорю, обещаю, что сделаю все возможное, чтобы опубликовать его потом без всякой рекламы. На канале Маткульт.Привет. А пока смотрите с рекламой. Очень просят коллеги из Адвиге поддержать и посмотреть. То есть, ну, хотя бы, что называется, хотя бы нажать кнопочку, да? Но лучше посмотреть. Потому что, мне кажется, вышло прям, ну, здорово. Я записывался в студии, но как-то в какой-то момент какое-то такое странное вдохновение нашло. Вот, ладно, не буду больше сам себя хвалить ни в коем случае. Так, дальше, значит, немножко контрастно посетил Аллею памяти в городе Брест. Ну, очень трудный просмотр видео. Но все, кто, так сказать, все люди, которым небезразлична судьба нашей страны и вообще наша история и все, что с ней связано, пожалуйста, посмотрите на это. Там человек-герой живет в Бресте, собирает памятники войны, которые разрушаются в Восточной Европе. Намеренно разрушаются. Так, дальше у нас прекрасный репортаж про усыпальницу римских Корсаковых. Вкратце история такая. Брат музыканта великого, Александр Александрович Римский-Корсаков, или там, баюрный брат, я точно не знаю, но какой-то очень близкий родственник, был мэром или губернатором Ярославля в XIX веке. В Полоцке обнаружен храм, который он строил, усыпальница. Он предполагал, что будет усыпальница. Революция там все эти карты смешала. Сейчас там очень странная ситуация. Там храм заваленный песком по уши. Его очищают местные прекрасные люди, привлекают к этой работе школьников. В общем, там происходит очень интересная такая классная движуха. Я побывал, я прям проникся их делом и обещал обязательно информационно помочь. Они очень просят информационной помощи. Дело в том, что нужно все тайны вот этого храма открыть. Ничего не понятно. Была ли усыпальница, не было ли, да? Ну, в общем, там целый ряд вопросов. Вот здесь по ссылке задан. Эти вопросы заданы. Это уже было в ВК. Пожалуйста, посмотрите на этот репортаж. Там видео очень интересное получилось. И если кто знает, особенно ярославцам, да, обращение к ярославцам, может, какие-то клубы любителей истории русской, вот, прояснить, значит, этот момент нашего недавнего прошлого. Вот так, значит, это про римских Корсаковых, Полоцкие. Это в Беларуси вот недавно были. В Беларуси я езжу раз в полгода и поеду в этом, в этой осени тоже обязательно. Там очень хорошие люди. Настолько вот прям настоящие. Не знаю, когда смотришь на них, думаешь, вот где вообще настоящая Россия-то, там или здесь. Ну, здесь тоже есть прекрасные люди, так что. И там, и там есть. Так, курс Райгородского. Пиарю Андрея Михайловича с чистой совестью пиарю. Значит, смотрите. Этот курс для учителей. Курс теории вероятностей. Да-да-да, я понимаю, сейчас на меня будут, значит, матюки, матюки, матюки. Зачем? Какого рожна? Какого хрена, значит, Иван Валерьевич Ященко навалил на всех тервер? Да-да-да, это все понятно. Все понятно. Можем об этом поспорить. Можем об этом поговорить. Сто лет назад тоже обсуждался вопрос, нужен ли тервер в школе. Если мы все равно попали в ситуацию, что тервер есть, поверьте, это не худшая из инноваций, которые были привнесены в школьную жизнь. И тем более Ваня наставил, чтобы это был отдельный урок, хотя не везде так получилось. Но чтобы учителя, которые сейчас должны вести тервер в нем поднаторели, заходите, курс ВООО. Я его сейчас высматриваю, вылизываю там еще ошибки, фактически их практически нету, этих ошибок. Там, может быть, какие-то неточности минимальные. Объясняют великолепно, почему я никогда не объясняю тервер, потому что есть Рогородский. Ну, точнее, у меня тоже есть несколько лекций по терверу, но просто, как говорится в неприличном анекдоте, у БК бы это лучше получилось. Вот. Дальше не буду. Также вышла книга у него новая, называется «Кому нужна математика». Ну, то есть эта книга-то не новая, она уже была. Вместе с Нелли Ритвак. Это просто новое издание вышло. Это бестселлер просто. Кому нужна математика? Сколько вы меня спрашиваете, товарищи журналисты? Кому нужна ваша математика? Читайте книгу Райгородского и поймете, кому она нужна. Вам нужна, в первую очередь. Вот. А также всем вообще в стране. Так что обязательно заходите и вы охренеете от цены. То есть они там настолько, получилось низкую цену сделать, что это что-то, не знаю, вот у меня никогда так не получается. Книги, которые со мной печатаются, они какие-то, получаются дорогие, поэтому я всегда настаиваю, чтобы они лежали в интернете. А у Андрея Михайловича вышла очень дешевая книга. Меньше 300 рублей за экземпляр. Вот. В общем, заходите и берите, ну и курс смотрите. В общем, Андрей Михайлович – это наше все. Так. Коля Казимиров, мой друг, опубликовал очень серьезный курс лекций. Называется «Основные моменты матлогики и теории доказательств». Вот, говорит, решил подавать его без подробных доказательств, которые можно в учебниках найти при желании, а рассказать идейную составляющую. Вот. Значит, заодно выложил конспект с определениями теремами. СМП. Ссылки у Коля на канале все есть. Заходите, смотрите, лето идет, но математика не прекращается и летом. Я, например, здесь весь завален математическими книгами и их изучаю весь отпуск и буду дальше изучать. В общем, математика не знает границ между работой, отпуском и так далее. Математика – это наша жизнь. Вот так. Так. Теория игр в сюжетах моя на канале Саша Филатова. Меня всегда спрашивают, а куда делалось там с курсеры, то-то и то-то. Все, что было на курсере, все спасено в разных местах. Ну или почти все, что не спасено, будет дальше спасено. Вот, в частности, Теория игр в сюжетах, которую все очень любят. Она находится у Саши Филатова. Заходите и одну за другой смотрите. Так, Влад Горелов просит рассказать всем про телеграм-канал супергруппы «Научно-технический рэп». Это группа, которая написала песню «Саватан, саватан, помоги мне сдать матан», да, где я там тоже пою. Вот, так что заходите на телеграм-канал и слушайте научно-технический рэп «НТР». Может, когда-нибудь еще что-нибудь с Владом запишем, он теперь вроде в Москве подвязается. Вот, так. Сто уроков математики. Собираемся завершить в этом году. Точнее, доснять. А полностью выйдет он в начале 25-го года или к середине. Все. Целиком завершим этот курс. И дальше будем заниматься его распространением по всему земному шарику, да. Как я много раз говорю. Я сам большой любитель создавать интернет-контент. То есть, это как бы совершенно мы никакие тут не лудиты. Просто, да, я хорошо понимаю, что этот интернет-контент будет интересен 1% школьников. Но, тем не менее, я призываю всех, кто любит математику, кто любит мое творчество. И следите. Скоро будет полный курс 100 уроков математики в интернете с конспектами и упражнениями. А пока его еще на степик заливают. И математику для всех тоже залили всю на степик. Но об этом я уже, по-моему, говорил в предыдущих видео. Великолепная совершенно работа. Спасибо огромное всему физтеху за поддержку. Всем, кто это делал. Помогал Андрею Михайловичу за тоже помощь в этом деле. Вот. Выделение людей там и так далее. Так что куча всего есть. Это все на лето. Пожалуйста, все, кто умеет учиться в интернете, как и я сам, могут этим заниматься. Все, кто умеет учиться всю жизнь, как и я сам, да, я все как бы смеюсь. Вот там концепция образования всей жизни. Но некоторые люди вполне так жить могут. Так что для всех, кто так умеет жить, вот сколько тут интересного всего в интернете будет, уже есть и так далее. Так. Пока я не задолбал всех в конец, давайте расскажу еще про несколько моментов, которые были этой весной и осенью. Осенью я посетил, я посетил одну из самых великих святынь Руси, Псково-Печорский монастырь. Я не мог найти несколько минут, чтобы описать, но я сохранил записки. И летом я, наконец, описал эту историю. И она настолько похожа вот на эту книгу, на вот эту книгу, на содержание вот этой великой книги «Несвятые-святые» Тихона Шевкунова, в миллионах экземплярах вышедшая в России, что помощник отца Тихона опубликовал на православии.ру мой рассказ с фотографиями. Он здесь доступен по ссылке. Рассказ называется «Печорские чудеса» Алексея Саватеева. Дальше. Мы шикарно сходили с Сашей Гасниковым на Чешхо. Вот здесь отчет, а еще скоро будет хулиганский фильм на канале про это. Вот. Очень веселый 18+. Ну, потому что там некоторые шутки на грани будут. Вот. Но там такие виды гор. Вы не представляете, какие там виды гор. Дальше. После этого мы прошли тридцатку. Да, а Чешхо меня пустило, наконец, с шестого раза только пустила гора. Так бывает. Значит, тридцатка с математикой второй раз уже произошла у нас. В этот раз сходил с нами наш Юра, девятилетний. Поднялся на Аштен. Вершина 2804. Взял, значит, в радиалке 1200 вертикальных метров за один день. И вообще, очень браво прошел весь поход. Так что подрастает следующее поколение походников с Аватеевых. Так, 9 мая. Зарисовки 9 мая этого года в Москве. Как, значит, выпал снег. И я леплю этот самый снеговик. Снежный ком там. И утром ходил на лыжах даже. Да, дальше. Невероятный пеший переход. Вот самая длинная линия метро наша. Она от Щелковской до Пятницкого шоссе. Я, значит, всякими парками Москвы через Долгопрудный прошел от Пятницкого шоссе пешком до метро Щелковская. Вот там северами получилось 50 с лишним километров за один день. Мой маршрут вот здесь на карте. Это было 3 мая. Да, 55 даже. Там трек получился по точкам 51. Но там всегда надо домножать на некоторые коэффициенты, потому что там прямые участки. В общем, где-то 55 километров. Очень хорошо устал, как следует. Да, ну и лыжный сезон продолжался невероятное время с 27 октября по 9 мая. И его полное описание. Вот здесь фотографии всякие, там полный реестр. Кому нечего делать, посмотрите. Да, и в этом сезоне я опять прошел 105 километров за один день. Наш главный марафон. Он одолел с огромным трудом. Как я сказал, земля пока вертится, но уже буквально последние годы. Наверное, вскоре я не смогу проходить такую дистанцию за один день. В этот раз это потребовало 18 часов. Но с другой стороны, в этот раз были очень тяжелые условия. Был снег чуть не метром глубиной. Палки полностью проваливались. И было очень тяжело идти. Может быть, через год будет легче. И я даже быстрее пройду, чем в этом году. Не знаю. А может, уже буду через ночь ходить, как некоторые наши старожилы. Так, в Камском... Ну ладно. Так, не хочу сильно хвастаться, но... Интеграл по городу в этом году я выиграл дважды. В Майкопе и в набережных Челнах. В Челнах я от второго места ушел в полтора раза с лишним. По очкам. Но... Но... Команда, которая мне просила реальный вызов, ходила... Очень небольшое время. Ну, то есть, там как бы есть команда из школьников, самой лучшей школы ихней, которые торопились на мою лекцию, поэтому им пришлось завершать раньше. По очкам они фактически дышат мне в пятки. Но из-за того, что они как бы сильно раньше завершили, там это не видно в протоколе. Но, по сути, моя тактика... Сразу хочу сказать. Тактика такая. Если я за пять секунд не понимаю, что я не понимаю условия, то я тут же бросаю и иду к следующему КП и снимаю как бы его физическую часть, а не математическую. И если я понимаю, что я не решу задачу за две минуты, то я тоже бросаю и иду дальше. И эта тактика пока позволяет побеждать и даже с отрывом. Но когда все это поймут, либо Данила будет делать легче задачи, либо давать за них больше баллов, либо все будут пользоваться моей стратегией и, конечно, будут меня обгонять. То есть пока, так сказать, ситуация такая, что я там хакнул систему в некотором смысле. Но, конечно, долго это не продлится. Так. Также я поучаствовал в полумарафоне Волоколамский рубеж. Время 1.56.03. Я думал, что в два часа я не уложусь, но уложился. В принципе, пока ноги ничего. Но, конечно, для профессиональных марафонцев это вообще говно, а не время. Понятно. Но, тем не менее, тем не менее, нормально. Пока бегаем. Бегаем, живем. Тут по всем горам окрестным я бегаю. Туда-сюда. Вот. Так. Подхожу к концу. Некие организационные моменты. Первый момент. Пожалуйста, всем, к кому я езжу, я прошу без обид, не надо давить мне никакой мерч. Несколько сотен разных пола, футболок, шляпок, там, каких-то колечек с надписью, названиями каких-то университетов, которых, значит, я никогда в жизни не буду ни читать, ни носить, какие-то вот такие фолианты, истории университетов. Ребят, я всех уважаю, ну, простите меня, я один, я не могу себе заплатить всю квартиру, не могу, все. Жена встречает у ворот, говорит, так, это сразу на дачу, так, это сразу, извини, в бак, вот это отличное поло, оно подойдет беженцам из Донбасса. Вон ящик стоит. Пожалуйста. Вот. То есть, лучше сразу закоротить путь и весь мерч сразу в ящике беженцам Донбасса. Вот. Так что, я прошу прощения, это, конечно, звучит жестко, но действительно просто невозможно. Теперь спрашивайте, мед, что ли, дарить? Мед очень вкусный, но у нас уже 10 литров и забиты абсолютно все емкости всех холодильников двух, которые у нас есть медом. Так что, огромное спасибо всем, кто мед уже подарил. Это очень вкусно и очень полезно, но на несколько лет вперед его уже тоже есть. Поэтому дарить шоколад самого лучшего качества. Я являюсь ценителем ровно двух вещей на свете. Туалетной бумаги и шоколада. Но туалетную бумагу дарить не надо. Она занимает большой объем и не влезет в самолет. А вот шоколад, да. Вот. То есть я использую только самую лучшую на свете туалетную бумагу и знаю очень хорошо толк в шоколаде, отличаю шоколад невкусный от вкусного. Все остальное у меня совершенно по барабану, там что есть, где ночевать, там когда меня спрашивают, Алексей Владимирович, сколько вам в гостинице нужно звезд? Я говорю, там лавка, ну не очень твердая лавочка с топчан, да, там со спальником вполне подойдет. Но вот как бы шоколад это шоколад. Это для моего мозга очень, видимо, нужно. Это я отговариваюсь, на самом деле я просто, это моя страсть, с которой я должен бороться. Но дарить можно. Тем не менее. Вот. Так. Значит, дальше по ссылке или если не влезет в описание, то будет отдельная ссылка на файл, в котором будут все вот эти вот порядка 50 интервью, которые я дал в этом году. Я не буду все перечислять, задолбаю просто всех. Но кто хочет там полностью сложить впечатление о том, что я думаю про мир, про все, что с ним связано, про школьные проблемы, про социальные проблемы, про гиперопеку, про все на свете, вот вам все. Все про меня. Вообще все. Все сотрудники ФСБ могут составить досье и отчитаться об изучении Алексея Саватеева со всеми подноготными подробностями. Ну и наконец, еще раз повторяю, что к первому сентября выйдет отдельный ролик про школьную проблематику. А пока я всех обнимаю, всех, прям каждого из наших подписчиков крепко обнимаю. Желаю прекрасного остатка лета, то есть остатка августа. Ну, мы записываем 31 июля, но выложим числа 3-4 августа. И, соответственно, отдыхайте, умнеете, смотрите все эти ресурсы и ждите живых лекций, интервью, каких-то там встреч со мной где-то в метро, в транспорте, где угодно. И забыл сказать, телеграм-канал, в котором вы пишете ко мне, он мне как бы не, это наш общак родной школы, не пишите в него никаких личных сообщений, их никто никогда не прочтет. Единственный способ связаться со мной это написать мне смс, но, пожалуйста, делайте это в случае сверх крайней необходимости. Электронная почта уже тоже не очень работает, потому что я уже не успеваю ее разбирать, так что, так сказать, немножко это все перешло в односторонний порядок, но, поверьте, у меня очень много строк, около тысячи строк, которые надо реализовать до того, как я смогу съесть еще хоть один кусочек информации. Спасибо дорогому Саше Чувакову, который помог мне это записать, потому что местный интернет не вывезет. Сейчас Саша сохранит, мы это зальем там, я попрошу друзей залить на канал и опубликую вот так, через, так сказать, через те места, где интернет есть. И всем моим соратникам о родной школе держимся, надеемся. Маткульт пока.